Всем добро, с вами я из Сестрасти УПРО. Сегодня покажу небольшой обзор релизной версии 1.17.10.04. Видоизменился интерфейс игрока в плане того, что в редакции персонажей появилась кнопка экипировать персонажей, достаточно неплохо смотрится, а также появился значок специальных возможностей в виде вот такого классного и красивого ключика. На самом деле, огромное количество различных изменений произошло в этой версии, и хочу сказать, что появились также свечи, которые можно разместить на столе, также можно поставить их на торт и поджечь огни в умире, я так думаю, что многие из вас это, конечно же, уже знают. А также эти свечи можно поставить группами, группами до четырех свечей. Появился азалия в горшочке, то есть теперь в горшочек можно посадить цветущую и обычную азалию и установить на подоконнике в своем доме в мире Майнкрафта. Также в экспериментальном режиме в инвентаре игрока появился акустический датчик, а также вот такой вот козий рог. Ну и на самом деле, огромное количество еще различных изменений, о которых я расскажу, конечно же, дальше. Увеличена высота мира до 320 блоков и снижена до минус 64 блоков. Также появились новые поверхностные биомы, такие как высокие вершины, снежные вершины, снежные склоны, а также горная роща и горный луг. Можно вот так вот теперь попутешествовать и вполне зачетно найти все эти интересные достаточно биомы. Смотрите, вот такая вот красота открывается теперь передо мной, поскольку вот такие вот горные холмы, горные хребты очень даже неплохо смотрятся в моем мире Майнкрафта. Можно взять какое-либо свое снаряжение, взять друга и обязательно здесь нужно повыживать. Все координаты подобных биомов, подобных вершин я оставлю в описании по данным видео, а потом уже мне напишите, каковы же ваши впечатления от этих зачетных гор. Но поскольку это экспериментальный режим, прорисовка чанков у меня не особо такая качественная, но я так думаю, что вполне реально здесь разглядеть вот такую вот мощную красоту. Но на самом деле, кроме вот этих гор и горных хребтов, здесь добавлено огромное количество различных пещер. И оказалось, я вот в такой вот пышной пещере, достаточно неплохо смотрится. На самом деле, здесь теперь есть лавовые пещеры, также есть пещеры капельного камня, ну и также пещеры затопленных водоносных горизонтов. Ряд пещер я, конечно же, обнаружила в своем мире Майнкрафта, ну и также координаты обязательно оставлю по данным видео, чтобы вы тоже попутешествовали и посмотрели, какая здесь открывается мощная такая картина. И можно здесь тоже вполне повыживать теперь. Мне кажется, вот подобное выживание будет очень даже интересным и зачетным, и можно обнаружить что-либо здесь такое новое. Вот такие лавовые озера, лавовые пещеры открываются теперь передо мной. Ну а в режиме выживания, мне кажется, здесь будет, наверное, все-таки жарковато. Но имеет место быть, а почему бы и нет, вот такая вот красота теперь есть в мире Майнкрафта. Но помчались дальше, и давайте посмотрим, что же здесь еще есть. На самом деле, мне повезло, как бы в одном месте здесь у меня огромное количество различных разнообразных пещер. Есть даже вот и такая тоже красивая пещера. Ну а также в этой релизной версии было исправлено огромное количество различных технических ошибок, которые, конечно же, необходимы игроку. Обязательно с ними ознакомьтесь, а потом напишите мне в комментарии по данным видео. Но я так думаю, что я здесь немножко еще попутешествую. Ну и вы обязательно тоже попутешествуете и напишите в комментарии мне по данным видео. На сегодня я этот обзор завершаю. Ставьте лайки, оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитива, всем классного мегалетнего настроения. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!